Я все-таки постараюсь пробежать по основным тем вопросам, которые поступили заранее и организаторами были предоставлены. Частый вопрос, какие есть вычеты на приобретение онлайн-касс? Здесь в соответствии с указанием президента Российской Федерации есть отдельное поручение предоставить вычеты тем, кто раньше не имел обязанности применять кассовую технику и является индивидуальным предпринимателем на спецрежимах. То есть это патент и ЕНВД. Для них вход в реформу через год еще, скорее всего, будет компенсироваться в виде присоединения налогового вычета. И соответствующий законопроект уже находится в Госдуме, он прошел первое чтение, сейчас готовится второе чтение, я думаю, что он достаточно скоро появится. Остальные категории налогоплательщика, остальные системы налогообложения, они подразумевают возможность, так или иначе, учесть эти затраты за исключением упрощенка дохода. Ну, тут надо понимать, что это единственная, вернее, это та система, которая предусматривала неучет затрат изначально. Поэтому здесь, конечно, никаких, скорее всего, инноваций и вех не будет. Вот вычеты вот такие. Будет ли пролонгация дата вступления в силу 54 ФЗ в части обязательного использования КАС с 0.1.7.2017 года? На эту часть вопроса однозначно нет. Через неделю уже все вступит в силу. И будут ли пересмотрены сроки вступления для ЕНВД и патента? Здесь, скажу, маловероятно. И сейчас размещен проект закона, вносящий поправки в действующую редакцию 54 ФЗ. Минфин буквально неделю назад это сделал. О каких-либо значимых обсуждениях вопроса переноса, условно, второй волны, мне лично неизвестно. Но законопроект разрабатывается, давайте подождем, увидим, что будет проверять и смотреть налоговое при применении онлайн-касса, за что будет штрафовать. Я считаю, что достаточно подробно ответил, какие моменты у нас там будут в проверках. Если суть вопроса была в том, что рассказать, как уклоняться, то я, сами понимаете, не могу рассказать. Отчасти потому, что не знаю. А вторая часть, надеюсь, что невозможно, потому что там, ну, система технологически обеспечивает целостность данных. То есть там нельзя вот этот человек отправить, а вот этот не отправить. Или там не отправлять, не отправлять, потом отправить только последние. Так не работает. На самом деле было очень много уже итераций. Понимаете, год уже, как закон вступил в силу, и вот там все протоколы, форматы, технологические основы, они уже там год, как известно, широкому набору рынка. И у нас уже там было три или четыре итерации, когда к нам приходили люди, ну, которые хотели нам помочь и рассказывали, а вот вашу систему можно сломать, можно обойти. И вот всякие идеи предлагали. В общем, ни у кого пока не получилось, слава богу, потому что надеюсь, что простоит. Ну, кстати, если помните, первые семь лет работы КЛЗ, они тоже были такие достаточно верификационно стойкие. То есть никто не мог вот первый, там, потом уже Бедлам пошел на тему производства КЛЗ, а вот первые КЛЗ долго никто не мог ничего с ними сделать. По новому закону у ИП должна быть онлайн-касса. Сейчас предлагают взять в аренду кассовый аппарат для продаж через интернет за 3 тысячи рублей в месяц. Все, других вариантов на рынке нет. При старых нормах затраты ИП составляли 14 тысяч рублей. По закону ИП должен купить новое. В общем, суть в чем? Человек спрашивает, что вот теперь мне нужно для онлайн-кассу иметь, и еще одну кассу для наличных иметь, и это типа дороже. Ну, тут сразу хочется сказать, что, конечно же, нет. Любая касса может использоваться и для онлайн, и для наличных, и для электронных средств платежа. И все это одновременно. То есть нет ограничений. То есть у вас может стоять физически обычная касса. Вы сейчас вот приняли тут 100 рублей, потом приняли карточку 100 рублей, а еще вам через интернет платеж капнуло, электронным средствам платежа вам перевели, и вы тоже это фискализировали. Никаких проблем. Смотрите, вот есть вот кассы, которые для автоматических устройств для расчета, там это делает система. Есть фискальные регистраторы, где тоже это делает система, но команду дает человек. Есть касса чисто для интернета, там все полностью делает система, открывает смены, закрывает смены, получив сведения о поступившем расчете в определенном формате от банка или от платежной системы, от процессинга, просто автоматически так же пробивает чек. Это все полностью автоматизировано. Там участие человека может быть исключено, а может не быть исключено. Здесь нет ограничений на обязательное участие человека. Там мы просто говорим, есть автоматические устройства для расчета, там человека по определению нет. Там не надо писать, кто кассир, там просто номер автоматического устройства для расчетов. Там все очень просто. А если классическая касса, то да, обычно кассиры есть. Мы столкнулись с тем, что СТО не продает ККТ нового образца, заключая без заключения с ними договора на дополнительные услуги. Вот та проблема, о которой я с вами говорил. Отсутствие договора на сервисное обслуживание проведет к снятию ККТ с гарантии, по их мнению. Правомерно ли действие СТО? Вот знаете, вот если говорить о правомерности, то, ну, если смотреть, какой закон они нарушают тем самым, ну, наверное, можно что-то посмотреть в части защиты о законном, о защите конкуренции, там, где ФАС что-то может быть на эту тему, может посмотреть. Вот, но так сходу обычно нет. Это как бы хозяйственная деятельность двух субъектов, и они вправе либо договориться, либо не договориться. Вопрос, есть ли выбор. Действуют ли они правильно, хорошо? Нет, они пользуются моментом, они пользуются ажиотажным спросом, они понимают, что там сроки 0.1, 0.7, они там тикают, и многих там заставляют даже втридорого покупать эти устройства. Этим пользуются, навязывая дополнительные услуги. Мы территориальные налоговые органы наши просим активно следить за подобными вещами, в случае поступления сигналов там все-таки встречаться, проводить разъяснения Центром технического обслуживания, что они минимизировали подобные деятельности. Это, в общем-то, никому на благо не идет. Но здесь всегда вопрос, есть ли выбор. Если есть выбор, конечно, во-первых, они не вправе навязывать безальтернативно. То есть принуждать или обманывать, вводить в заблуждение, вот это они не вправе. Если есть выбор, конечно, с такими ЦТО лучше не работать. Или если сейчас нет выбора, то работать сейчас, но при первой же возможности отказаться от сотрудничества. Но это, конечно, безусловно, вам смотреть. Здесь, с одной стороны, закон не нарушается, с другой стороны, мы крайне осуждаем подобные действия и всячески стараемся им препятствовать. Возможно ли вместо кассоаппарата использовать программное обеспечение, собственно, виртуальную кассу со всеми необходимыми видами отчетности, как и при использовании кассы аппаратной? По сути, аппарат формирует чек, который может быть сформирован ПО компьютера или планшетом, и отправляет этот чек через оператора ФНС и покупателю. В некопроприятию с таким низким доходом это было бы весьма удобно. Согласен, что это было бы удобно. Жалко, что закон не предусматривает возможность использования онлайн-кассы в виде программного обеспечения. То есть если онлайн-касса у вас в виде физической кассы, пусть не у вас, а еще где-нибудь, в центре обработки данных, вот как вот те решения, о которых я сегодня немножко говорил, красненькие, вы можете физически не иметь контакта с такой кассой. Вы просто проведете туда сведения о состоявшем расчете, а оттуда вам приходит чек в электронном виде, который может быть дальше передан покупателю. Это соответствует закону. То есть касса должна быть физическим объектом, который должна иметь корпус, часы реального времени, встроенный фискальный накопитель и так далее. То есть там достаточно большой блок функциональных и технологических требований, что такое касса. Возможно, здесь люди памятают, как эксперимент проводился, перед этой реформой был эксперимент в четырех субъектах, провелся достаточно масштабный. Там, конечно, фискального накопителя не было, и касса там могла использоваться любая. По сути, все, что ее фискализировало, это программное обеспечение. Но это не соответствовало модели угроз, утверждаемой ФСБ России, и там она была отдельно разработана, и, в общем-то, сказали, что без криптографической защиты данных непосредственно на месте совершения расчетов, непосредственно в кассе, не обойтись. Но поскольку, в общем-то, специалисты на эту тему там, не обошлись. Приобрели кассу Вики, неважно какую. Как оказалось, в процессе применения техника не соответствует установленным требованиям, не выполняются такие функции, как ссылка на адрес сайта Уполнолочного органа ССИ Интернет, номинование ОФД, не настроена функция направления чека в электронной форме. По поводу С, это не обязанность кассы, это обязанность многоплательщика. Это может быть автоматизировано, может быть не автоматизировано. В остальных вещах, да, вопрос, что делать, если у меня касса, и я вижу, что она не соответствует требованиям закона. Тут смотрите, какой нюанс. Конечно же, все производители очень спешили с реализацией широкого набора модельного ряда по своей технике. И на первых порах прошивки, версия программного обеспечения, первых касс выходили с ошибками. Мы это видим, мы это знаем. То, что проходила экспертиза в итоге, перед внесением в реестр, не содержало в себе ошибок. Поэтому в таких случаях, в первую очередь, надо связаться либо с производителем, либо с центром технического обслуживания, убедиться, что стоит последняя прошивка. Если все-таки прошивка стоит последняя, а каким-то образом наблюдается нарушение по реквизитному составу, то можно обратиться к нам. Просто в любом письменном виде, в свободной форме. Мы будем расценивать это как обращение в Федеральную налоговую службу с сообщением о нарушении. И если производитель не может поправить эту ошибку, то с тем же самым письмом Минфина ответственности у многопатриотчика не возникает в таких ситуациях. Потому что А. сообщили, Б. стремились исправить, но не можете исправить по вине производителя. Вот так. ИП занимается торговлей через интернет-магазин. Расчеты с физическими лицами происходят почтовым переводом с последующим зачислением на расчетный счет. Нужно ли с 01.07 применять кассы? Ну, здесь недостаточной информации, непонятно, какой ИП, то есть, на какой системе налогобложения, но, тем не менее, давайте рассмотрим пока вопрос сферического ИП. Написано, что почтовый перевод с зачислением на расчетный счет. То есть, те, кто осуществляет перевод средств от покупателя к продавцу, они не знают за что. Они осуществляют перевод, они не выступают агентами, они просто переводят денежные средства, как банк. Ну, сказали перевести с расчета на счет, они взяли и перевели. В этом случае обязанность применять кассовую технику возникает именно у того, кто продает. К нему приходят деньги, он получил расчет, наличный, безналичный, неважно, какой перевод был. И он понимает, что у него кто-то что-то купил, ему нужно этому покупателю выдать электронный чек, если попросил в электронном виде, или бумажный, если не попросил. Второй сценарий. Организация отправляет товары покупателям по электронной почте с наложным платежом. Можно ли применять онлайн-кассу и когда выдавать чек? В этом случае, ну, наверное, здесь надо еще, конечно, Почту России спросить про особенности договора, который заключается на подобной деятельности. Но в целом здесь речь идет о чем? Что я поручил Почте России быть моим представителем, доставить товар, забрать деньги и вернуть мне. То есть он мой агент. Он действует по договору поручения. В этом случае агент применяет кассовую технику, но указывает в процессе ее применения, что получил деньги он не себе, а вам. То есть у вас не возникает обязанность применять кассовую технику, а там возникает. И вот во всех подобных случаях, да, вот мы должны смотреть, если мы кому-то что-то поручили сделать от нашего имени, в том числе совершить расчеты, значит, кассовая техника применяется там. Если вокруг нас банки и люди, которые вообще не знают, что продается, что покупается, только деньги переводят, то кассовую технику применяем мы. Да, смотрите, есть разъяснение Минфина. Я вам сейчас его задекларирую. Номер 03-01-15-75-18. 03-01-15-75-18. Которая, в общем-то, если кратко, то говорит о следующем, что тот путь, которым идут до вас деньги, он не важен, потому что... Ну, в смысле, как неправильно, сейчас я правильно скажу. у вас деньги поступают либо... Расчет совершаете либо вы, либо кто-то от вашего имени, да? Это вопрос, агент или напрямую. Теперь мы говорим, нет, расчет совершаю я. Ко мне на расчетный счет падают деньги от непосредственно покупателя. Значит, через банк, он пришел, причем покупатель, оплачивали в сберкассу с квиточком наличными к операционистке. И операционистка осуществила перевод денежных средств, выданных, врученных ей здесь, на ваш расчетный счет. Чем это отличается от того, что человек приходит и карточку вам там проводит через посттерминал, тоже давая поручение перевести денежные средства отсюда, с его карточки, на ваш расчетный счет. Ничем не отличается с точки зрения сути операции. Давайте по очереди. Сейчас подождите. Чем отличается? Смотрите, вы при этом либо осуществляете операцию по переводу денежных средств, либо осуществляете операцию по сделке. То есть у вас есть расчет. Вот когда два юридических лица, то есть вы получаете деньги от другого юридического лица, если вы при этом совершаете расчет с ним, с юридическим лицом, и вы юридическое лицо, то касса здесь не применяется. Об этом я говорил в самом начале. Что здесь предъявление электронного средства платежа не происходит. Электронным средством платежа осуществляется платеж, осуществляется расчет между двумя юридическими лицами. Здесь касса не применяется. Электронным средствами платежа не применяется. Но вы сейчас как бы сами себе противоречиваете. Нет, не противоречиваю. Смотрите, у вас банк есть, обслуживающий вас. Вы получаете какие-то средства благодаря действиям этого банка. То есть он является оператором по переводу денежных средств. Вы же не можете сказать, что вы от банка получаете эти денежные средства на ваш расчетный счет. Вы не от банка получаете. Вы от какой-то другой организации. А если вы не от организации получаете, а от физика, тогда касса возникает. Если, допустим, вот есть же ряд, допустим, МП, которые освобождены вообще сейчас от налогообложения. Скажем, если только зарегистрировали фитнес-услуги, к ним приходят непосредственно какие-то девочки, женщины занимаются и платят деньги на расчетный счет. Они не приходят с карточки. Вот в этом случае как поступать индивидуально? Это оплата электронными средствами платежа. Правильно? Ну да. Правильно. Да. 54 ФЗ, в соответствии с разъяснением Минфина, которое я назвал, не содержит в себе исключений в этой ситуации. То есть электронные средства платежа – это и карта, и банковский перевод в случае, если мы пришли оплачивать к операционистке. К сожалению или к счастью, это так. Коллеги, подождите, давайте по очереди. Сейчас, вот у нас еще есть вопрос. Коллеги, коллеги, давайте мы будем... Давайте я на него отвечу. Да, смотрите, момент платежа, он очень часто возникает. Когда я должен выбить чек? Вот ко мне, у меня вообще работает организация с 9 до 18, у меня выписка в последний раз берется на 18 часов из банка о пришедших денежных средствах, после чего все уходят домой, а там какие-то деньги поступили, человек думает, что наплатил, он у меня пожалуется, а я пришел в 9 утра, и только на следующий день могу пробить ему чек. Да, вот смотрите, вы, если осуществляете там торговлю товарами или предстояние услуг, у вас есть какая-то оферта, какой-то договор розничной купли-продажи, какие-то правила, по которым вы взаимодействуете с такими покупателями. Там может быть вами самостоятельно определен момент платежа, в том числе момент платежа определяется с 9 до 18 в рабочие дни, если оплата состоялась в этом, и отсекается он по выписке банка. То есть может быть там что угодно написано с черточки зрения, когда вы договариваетесь с покупателем, какой этот момент. Вот смотрите, первоначальные редакции 54ФЗ в себе содержали термин момент расчета. Пять разных редакций термина момент расчета, и он всех всегда не устраивал. Мы говорим, предложите свой. Кто-то предлагает свой, 80% остальных не поддерживают эту формулировку. Закон же там писался, там бизнес половину писал. По крайней мере старался не дать другим написать половину, как минимум. И это все постоянно согласовывалось. И определение термина момент расчета, если бы оно было четко фиксировано, что вот этот момент, все живем по этому моменту. Это бы половине людей начало бы рушить бизнес и привело бы к дополнительным затратам. Потому что у кого-то это момент там халдирования, подтверждение у кого-то это в режиме реального времени происходит. Есть подтверждение, что клиент платежеспособный, поручение будет выполнено. А кто-то халдирует деньги. Деньги вообще остаются на расчетном счету покупателя. И он потом может односторонним порядком их себе списать. Кто-то считает, что вот приносит мне распечатку раз в три дня, я смотрю там, о, Мария Ивановна заплатила, все, и тогда вот у меня и этот момент платежа. Потому что если мы определим одинаково для всех, кому-то он будет неудобен. Поэтому определяйте его в рамках договоров офертов, договор купли-продажи, правил оказания услуг, правил оказания работ в рамках ваших документов, чтобы вы и покупатель воспринимали его одинаково. И тогда не будет проблемы с моментом расчета. Увидели расчет в тот момент, когда у вас договором определено, оформляйте кассовый чек. Все. Вот такая картина. Вопрос можно задать? Новый вопрос. Коллеги, вот кто задает вопрос из зала, не слышно всем, кто сидит наверху. Давайте все-таки организованно через микрофон это будем делать. И вот у нас сейчас человек будет задавать вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас по очереди, да, будем. Сейчас вот. Что, что, что? Еще есть вопросы? У меня вопросы по списку еще, я так честно скажу, штук 20, и они такие, не коротенькие, и время у нас. Так, мы давайте договорились через микрофон. Вот сейчас вот тогда передаю микрофон женщине. Скажите, пожалуйста, то есть если физическое лицо через Сбербанк оплатило за товар юридическому лицу, нужно пробивать кассовый чек? Да. Вопрос можно еще задать? Задавайте, давайте, давайте. Организация оплатила за своих сотрудников за обеды по талонам. Сотрудники в кафе получают обеды, предъявляя эти талоны. Талоны надо в кассовом чеке отражать? Ну, здесь речь идет об использовании денежного суррогата для расчета. Денежные суррогаты на территории Российской Федерации запрещены к обороту. Ну, здесь, наверное, это не оплата как таковая. Соответственно, расчет нам совершен заранее, когда организация заплатила. А это способ учета отпущенных каких-то вещей. Если в этом ключе смотреть, то, конечно, нет, кассы не должны на талоны применяться. Давайте, коллеги, по очереди. Вот с этой стороны стоит, чтобы... Так, кто? Вы хотели? Задавайте. Давайте, пожалуйста. Люди постарались, написали вопросы. Давайте сейчас я последний вопрос из зала отвечу, а потом все-таки пробегу. Здесь много важных вопросов. Можно, да, я задам? Такой вопрос. Смотрите, онлайн-касса передает фискальные данные в налоговую. Будет ли реализовано в налоговой в личном кабинете функция проверки корректности передачи этих данных? Допустим, я боюсь, например, что у меня касса задваивает чеки или какие-то не передает. То есть, ну, у меня там, допустим, кафе, и официанты, ну, не всегда могут там, да, корректно сработать. То есть... Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. На самом деле это сервисные функции, которые уже оказывают операторы фискальных данных. То есть они предоставляют... Ну, не за... Конечно, конечно. Это сервисные функции. Но такие вопросы налоговые просто не имеют ни ресурсов, ни штатов, ни механизмов отвечать, к сожалению или к счастью. Зато у нас есть механизм верификации того, что все, что присло в УФД, все это попало в ФНС. Вот такие механизмы у нас есть. Поэтому если сверить с ними, это ровно означает то, что у нас то же самое. Давайте я все-таки вернусь к вопросам, потому что люди постарались... Очень важный вопрос, я думаю, многих, наверное, касается. Это вопрос касается Яндекс.Маркета и эквайринга. То есть есть еще варианты оплаты, когда люди платят на Яндекс.Маркете. И есть вариант, когда люди просто эквайрингом, карточкой через интернет, но не приходят и не пихают ее в кассу. Эти деньги приходят по безналу. Например, от ООО «Яндекс.Деньги» они приходят перечислением суммы платежей за минусом процента, который берет Яндекс.Маркет. И приходят от банка эквайра тоже за минусом процента. Эти деньги, они как бы идут общей суммой за день. Иногда даже сложно понять, от кого. Ну вот смотрите, вы говорите, вы не понимаете, от кого. А кому товар вы отгрузите, вы понимаете? Ну то есть смотрите, у вас есть отпуск товара. Ну если вы готовы отгрузить товар, значит вы понимаете, что за него отплатили. Смотрите, у вас во всех этих кейсах, в конкретных случаях, что вот у меня вот такая ситуация, давайте попытаемся нам наметить определенную логику, которая нам поможет решить большинство этих ситуаций. У нас, как у продавца, в подавляющем большинстве случаев есть обязанность отразить расчет, применить кассу, зафиксировать расчет. Значит, мы можем поручить от нашего имени осуществить расчет с покупателем кому-то, либо, если мы этого не сделали, не поручили, то у нас есть обязанность провести это через кассу, отразить расчет в кассе. Значит, вот мы говорим Яндекс.Маркет. У них есть Яндекс.Деньги, у них есть там и сам непосредственно маркет. Мы сейчас что говорим? Движение товаров, движение денег. Яндекс может выступать в качестве агента, принимать деньги на свой расчетный счет, выступая по агентскому договору, и впоследствии перечитать вам одной суммы, и тогда у вас не возникает вообще обязанности применять кассу, потому что вы рассчитываетесь уже непосредственно с Яндексом, как два юридических лица. Если он не применяет кассу от вашего имени, то у вас возникает... То есть он говорит, я кошелек, мне сказали перевезти отсюда сюда. Я вообще не знаю за что, почему, если у вас сделка, что происходит, вообще ничего не знаю. Мне сказали, я перевел. Я в этом случае не агент, я выступаю как платежная система. Мне дали поручение, я его осуществил. Вы получаете деньги в этом случае, у вас есть обязанность применить кассу. Вот это общий механизм, как подобные ситуации рассматривать. Все-таки предлагаю вернуться. Люди письменно задали вопросы. Это тоже там очень много в этих вопросах, которые касаются наверняка многих. Коллеги, мы, по-моему, уже сейчас вот я вам сказали, давайте, да, уже ответим. Потому что нас действительно смотрят регионы, и те, которые задали тоже свои вопросы. И поэтому, как я уже сначала сказала, наиболее популярные сейчас вот мы освещаем. Пожалуйста. Так, здесь был вопрос по поводу пяти минут. Мы принимаем оплату от физических лиц по выставленному счету через Бирбанк онлайн, а также путем перечисления на расчетный счет. В какой момент выбивает чек, и каким образом организация сможет соблюсти требования законодательства о пробитии чека, а не позднее пяти минут с момента оплаты. Во-первых, хочу обратить ваше внимание, что это требование пять минут, оно было в рамках старого регулирования, и к законодательству применения ККТ более не относится. То есть времени пять минут как такового, как какой-то значимой отсечки его сейчас нет. По поводу момента оплаты, я считаю, что достаточно подробно объяснил. То есть если вашими договорными отношениями, вашей оферты предусмотрен определенный порядок определения времени момента оплаты, и когда с вами заключается сделку, оферта срабатывает, то, в общем-то, никаких претензий быть не может. Самое главное исходить из того, что покупатель и продавец понимают эти вещи одинаково. Потому что и вам, и нам не хотелось бы, чтобы у покупателя возникали какое-то недопонимание и жалобы, на которые и вам, и нам придется реагировать. Конечно, в итоге, скорее всего, вы окажетесь право, потому что вы достанете оферту и покажете, а вот видите, какой-то у нас тут интересный, особенный способ понимания, что такое момент оплаты. Но, тем не менее, ваше и наше время и недовольство покупателя, все это нехорошо. Мы работаем на упрощенной системе налогоблажения. При переходе на новую онлайн-кассу мы должны приобрести фискальные накопители сроком работы на 36 месяцев. Сейчас заводы выпускают 13 месяцев и так далее. То есть про фискальные накопители я сказал. Сейчас вот внесены были позавчера большая партия фискальных накопителей на 36 месяцев в реестр, то есть они сейчас в ближайшее время станут доступны для продажи. Но вообще общий подход. Всем налогоплательщикам можно использовать любой фискальный накопитель. Они сами определяют. Главное, чтобы когда многоплательщик, для которого предусмотрен 36-месячный фискальный накопитель, понимал, что его использование 13-месячного накопителя определено временным, сезонным характером его работы. Ну, сам для себя. Кто должен отправлять СМС? Какова плата за отправление СМС? Можно ли отказать в отправке СМС? Отправить СМС никто не должен, потому что вот именно слово СМС в законе вы не найдете. Там написано, отправить ссылку на чек или сам чек на абонентский телефонный номер, на телефонный номер абонента. Это не означает, что это должно быть именно СМС. Там у нас есть Viber, у нас есть WhatsApp, возможно, кто-то пользуется другими какими-то системами, и это могут быть они. То есть, поэтому, второй вопрос, какова плата за отправление СМС? Ну, во-первых, как бы не сильно к нам, меньше рубля, единственное, что знаю. Вот. И кто должен отправлять пользователя? Пользователь может делегировать соответствующую обязанность на оператора фискальных данных. Я знаю, что такие сейчас реализации уже есть, и крупные сети вот этим активно пользуются, между прочим. То есть, они просто к своему оператору фискальных данных передают признак, куда отправить этот чек, а отправкой чека через СМС-шлюз или по электронной почте занимается уже оператор фискальных данных. У кассира-операциониста отсутствует выход в интернет для передачи клиенту электронной версии чека. Возможно ли его, условно говоря, распечатать и выдать? Но это не будет являться передачей чека в электронном виде. То есть, закон предусматривает что? Что если до момента совершения расчета пользователь скажет, дайте мне, пожалуйста, электронный чек и предоставить вам номер, абонентский номер телефона либо электронную почту. Ему туда нужно отправить. Мы, честно говоря, не были в восторге от этой нормы и не до конца понимаем, как ее правильно администрировать. У нас в мобильном приложении есть закладочка «Визитная карточка», где абонентский номер и e-mail оцифрованы в виде кода, который можно считать на кассе, и касса поймет, куда отправлять электронный чек. Это такая небольшая автоматизация, тем не менее, конечно же, не в полной мере она, конечно, там будет покрывать, но мы надеемся, что не такое большое количество людей будет просить отправить чек в электронном виде. Почему? Потому что тем, кому он нужен, они могут просто взять бумажный чек, навести на него свой смартфон с нашим приложением, получить чек в электронном виде самостоятельно. Им не нужно задиктовывать, или каким-то образом давать свой e-mail. К тому же, на e-mail отправляется только при наличии технической возможности, соответственно, законом. А на абонентский номер всегда, то есть это безальтернативно. Если пользователь до момента совершенно не расчета, заявил об этом, в чеке необходимо указывать наименование товара или услуги. В нашем случае достаточно будет формулировки «туристические услуги». У нас подход в трактовке соответствующего требования федерального закона следующий, что у услуг должен быть прайскурант. Наименование услуг в чеке должно соответствовать наименованию напрáisкуранта. Поэтому просто туристические услуги, наверное, у вас нет туристической услуги под названием «туристические услуги». Наверное, есть поездка в Барселону в кубочках «Туристические услуги», Давайте сейчас я закончу по письменному, а потом… У меня дальше будут по наименованию товара еще вопросы, ответы. Возможно, там есть ответ на то, что вас интересует. Так. При этом для понимания, чем же пользоваться при выборе наименования товара, работы, услуг, можно использовать либо классические классификаторы, справочники, там УКПД-2 и какие-либо какие-то другие. Но в целом подход должен быть один, что мы заниматься контролем того, что там правильное наименование указано или неправильно, будем исключительно через призму обращения к нам покупателей. Я покупал одно, мне написали другое. Вот вопрос, если есть там наименование товара на этикетке, на упаковке, вот не будет двояких толкований с покупателем, если оно будет отражено на чеке. Вот. Поэтому, конечно, считаем, что наиболее подробно нужно стараться изложить наименование, но в целом критерий оценки, насколько вы правильно или неправильно действуете, это покупатель. Если он к вам не обратится с жалобой по этому поводу или к нам не обратится с жалобой на этому поводу, то, скорее всего, ничего плохого не произойдет. Так. Должен ли перечень услуг в чеке полностью совпадать с перечнем в акте приема-сдачи выполненных работ? Ну, еще раз, здесь вопрос к прайсу. То есть, здесь, наверное, есть перечень работ определенной нормированной стоимости, с которого формируется дальше непосредственно наполнение чека. Значит, смотрите, какая может быть ситуация. Здесь покупатель, он не товар покупает, он получает определенный комплекс работ или комплекс услуг. Если вы имеете с ним какое-то соглашение и прямо прописали, что ремонт квартиры по адресу такому-то в составе и пошло-поехало на три листа, смета мелкая. Смету мелкую, естественно, в таком случае переносить в чек не надо. В данном случае у вас есть договор, обозначено в целом, что входит в конкретный ремонт по конкретному адресу, и вы указываете там свернутую просто группировку работ в соответствии с вашим соглашением. То есть здесь опять тот же самый критерий. Если покупатель понимает, что он покупает именно то, что здесь написано, проблем не будет. В каком нормативном документе дано понятие номенклатуры? Ни в каком. Наверное, может быть, где-то можно встретить восстановление ЦК ВКПБ, там партийная номенклатура может где-нибудь есть, но в целом такого сейчас нет. Но есть в отраслевые справочники, которые говорят по лекарствам, по алкоголю, там сейчас, наверное, шуба, сейчас уже в рамках проекта маркировки тоже будут иметь свои отраслевые справочники. Поэтому если номинование предусмотрено по справочнику, то однозначная пока рекомендация соблюдать номинование по справочникам, если такие есть, отраслевые справочники, я имею в виду. Федеральный закон 54 не содержит положений, конкретизирующих требования к реквизиту номинования товара работ, содержащихся на костюм-чеке. И в этом плане, если вы напишите, что у вас там хлебобулочное изделие, а на этикетке хлеб Бородинский, ну вот с нашей точки зрения претензий нет. Вот еще раз я подчеркиваю, если покупатель вам будет жаловаться, мы будем вынуждены по 59-му ФССР такую жалобу рассматривать и будем должны найти какие-то формальные соответствия или несоответствия, подтверждающие данную жалобу. Поэтому там ярлык, ценник, ну, мне кажется, обязательно нужно стараться соблюсти это наименование. Индивидуальный предприниматель совмещает ЕНВД и упрощенку с применением ККТ и терминалов эквариинга и имеет 4 магазина. В каждой точке оба вида деятельности. Может ли индивидуальный предприниматель установить онлайн-кассу с 1.07 на наличные расчеты по оптовым продажам упрощенки, а на все остальные торговые точки по розничным продажам ЕНВД отказаться от применения ККТ и установить онлайн-кассу только с 1.07.2018 года? Да, имеет полное право, потому что если, ну, перейдя на другие документы, предусмотренные старой редакцией 54-го ФЗ, имеет право, но смысла, как бы, мне кажется, в этом большого нет. Если уж поставили кассу, ну, и то, и другое сразу можете фискализировать. Организация или индивидуальный предприниматель находится на нескольких системах налогообложения. Например, патент ИУСН. Можно ли применять одну кассу? Если можно, то как будет происходить деление выручки на одной кассе? Вот много таких подобных вопросов, они все сворачиваются в один простой ответ. Любые режимы налогообложения можно совмещать на одной кассе без всяких там раздельных секций, без всяких там дополнительных нюансов. Каждый кассовый чек имеет в себе признак – система налогообложения. Есть один запрет, одно ограничение. В одном кассовом чеке может быть не более одной системы налогообложения. То есть, если вы совмещаете там три режима, вы можете подряд выбить три чека по трем режимам. Без всяких там дополнительных действий, просто выбирая при оформлении того или иного там товара или там особенности сделки, услуги, свою систему налогообложения. Это может быть зашито в вашем там справочнике, в учетной системе, чтобы автоматически подставляться. То есть, разбор, группировка, выручки и формирование налогоблагаемой базы будет осуществляться по ЧКВА. То есть, ничего дополнительного для этого не нужно. Проводить ли по онлайн-кассе возврат денег покупателя, если покупка была совершена еще до введения онлайн-касс? Да, проводить. Делать ли возврат прихода на следующий день, если текущая выручка меньше, чем сумма возврата? Какие нужны дополнительные действия по кассе для проведения возврата в этом случае? Ответ простой. Да, возврат прихода необходимо оформлять, при этом в кассу необходимо внести недостающую сумму денежных средств для осуществления возврата. Просто вносим деньги и возвращаем. Вот помните, да, вот это ограничение, там неявное, 32.10 у инструкции Центробанка по выдаче денег, по возврату денег исключительно из главной кассы организации. Сейчас все это пересмотрено и, по-моему, уже проходит оценку в Минюсте, вносятся изменения в эту инструкцию. Теперь возвращать можно просто из новых касс, из онлайн-касс и не в день, и в день, и вносить и возвращать. То есть этих ограничений больше нет. Как, в общем-то, и кассовые отчетности, которые связаны с вторым порядком. Все формы с КМ-1 по КМ-9, они в новом порядке не обязательны. То есть их можно смело не ввести. При выездной торговле какой адрес указывать при регистрации ККТ? Зарегистрировать на машину невозможно. Где хранить и где по основному местоположению кассы? То есть в этом случае давалось это еще разъяснение, на сайте они у нас тоже есть, что указывать нужно в этом случае адрес преимущественного места хранения. То есть где налоговые органы могут беспрепятственно для них и с ограничением для третьих лиц получить доступ до кассы, когда она не используется, если она развозная. Обязательно ли снятие старых касс с учета в ФНС до 30.06? И какая будет ответственность, если ее с регистрации не снять? Можно ли сделать через личный кабинет это? Может быть ли ФНС касса учет снимет сама? Значит, на все эти вопросы ответ следующий. Можно не снимать, но КМ-2 придется предоставить. Можно предоставить и позже 30.06, в течение месяца двух. У вас налоговые органы запросят эти формы. А снимут налоговые органы все кассы, не снятые кассы до 01.07, снимут сами, 01.07, потому что они больше кассами являться не будут. Штрафов за это никаких не будет. Соответствующие разъяснения письменно официально уходили и в налоговые органы, и в ответ на запрос налогоплательщиков. Еще раз, я вот уже пояснил, что да, мы старые снимаем, и не потому, что нам очень хочется их снять. Это больше не кассы. Их применение, даже если мы их не снимем, это все равно стопроцентное нарушение закона. Как и применение их в режиме чекопечатающей машины, если у вас с ЭКЛЗ есть стекло. Также и выдача иного документа, подтверждающего форму расчета. Все это незаконно. Но у нас есть разъяснение Минфина, который четко сказал, что вы предприняли необходимые действия для перехода в новый порядок. У вас длительные сроки поставки. Вам только через месяц эту кассу привезут. Применяйте либо с ЭКЛЗ, либо в режиме чекопечатающей машины, либо просто выдавайте любой документ, подтверждающий расчет. У вас последствий никаких не наступает. У вас есть на то разъяснение. До всех доведено. Про снятие сказ рассказал. Какова ответственность за частичное отсутствие реквизитов в чеке? В целом, ответственность за отсутствие реквизитов в чеке предусмотрена частью третьей. Это нарушение порядка применения. То есть там ответственность 10 тысяч рублей для юридического лица и, по-моему, 3 тысячи для индивидуального предпринимателя. Но здесь какой нюанс? Отсутствуют реквизиты в чеке. Привело ли это к уменьшению выручки итоговой по этому кассовому чеку? Если да, то это уже не применение в части отсутствующих реквизитов. То есть здесь можно быть и не применение кассовой техники, если из-за отсутствующих реквизитов потерялись деньги. Если просто там должно быть кассира, а кассира нет, это нарушение порядка применения. А напомню, не применение – это не менее 30 тысяч рублей в сумме сокрытой выручки. Что делать в случае, когда у кассы ломается плата или фискальный накопитель, а компания, у которой мы обслуживаются, меняется в течение двух недель, мы маленькой компанией, не можем позволить себе две кассы? Очень хороший вопрос. Вот есть у него очень хороший ответ. А как раньше делали? Вот что раньше делали? Вот то же самое и делать. Если принимали на себя все риски, значит, наверное, ничего не поменялось. Никто не агитирует за то, что раньше вы могли принимать на себя все риски, а теперь обязательно ставьте две кассы и подменный фон иметь. Нет таких тревогов. На предприятии один кассовый аппарат, что должен… А, кстати, к предыдущему вопросу. Ну, вот какой-то сбой, что-то потерялось, что-то не отразилось, там заживало что-то, не записался чек, не выдали чек, сгорело все сразу, я не знаю, после того, как мы там что-то сделали. Что-то произошло. Мы можем об этом сообщить налоговую и устранить все. И вот перестать вообще задумываться о том, что какое-то нарушение было. Мы можем выпустить чек коррекции. У нас, допустим, был какой-то расчет, который почему-то не отразился в кассе, не записался, там, на 100 рублей, а чек мы как-то выдали. Или там что-то похожее на чек, я не знаю. Ну, как-то у нас так получилось, да? Вот мы понимаем, что мы не применили кассу тогда, когда должны были применить. Мы сообщаем об этом в простой форме письменной налоговой, говорим, вот такого числа должны были применить, не применили, на 100 рублей, чек коррекции на 100 рублей записали. Все. Даже при очень большом желании, там, вдруг, неожиданно, на 100 налоговой попытаться докопаться. По закону нельзя уже докопаться. Все, вы полностью защищены. Мы сделаем это обязательно. Сейчас пока этого функционала нет через личный кабинет, но обязательно сделаем. У нас он уже, скажем так, заказан разработчиком. То есть месяц, может, два, и он появится. По ТКСу можно, да. То есть любой способ, идентифицирующий налогоплательщика. То есть просто по электронной почте нельзя. То есть здесь нет идентификации налогоплательщика. Ну вот смотрите, у вас был кассовый аппарат, и вот как здесь написано, в ДН-примере, две недели вам его ремонтировали, он у вас сломался. И две недели вы записывали в тетрадочку расчеты, да? И у вас там накопилось миллион рублей. И последствия к вам вот пришли, а вы не сообщили и не устранили. И к вам пришли, вот все. Уже бесполезно сообщать и устранять, потому что к вам уже... А если пробили через две недели, честно сообщили, я наторговал тут на 2 миллиона, ну так получилось, у меня касса была поломана. Как только новую привезли, я сразу пробил, чек коррекции на 2 миллиона пробил, и сообщил, все, все хорошо, ну молодец. Никаких претензий быть не может. Минимизируйте свой риск путем уменьшения скважности этих сообщений. То есть не ждите месяц, когда к вам придут и там... А, идут, ну все, давай пробивай, да? Вот. Не надо так. Страфные санкции в сумме сокрытой выручки. Понимаете, да? Не менее 30 тысяч рублей, но если наторговали на 2 миллиона, значит 2 миллиона штрафные санкции будут. А если это не первое привлечение, и там второе, и в сумме получается более 1 миллиона рублей, то приостановление деятельности на 90 дней. Сейчас мы готовим поправку, чтобы была альтернатива приостановлению деятельности. Мы тоже считаем, что слишком жесткая норма. То есть там будет миллион рублей штрафа, либо приостановление деятельности на 90 дней. Вот что-то типа того. Вовремя что они сделаны? А, нет, еще раз. Если вы предприняли необходимые действия, как вот по письму Минфина, то никаких для вас не может быть станций. А, то есть вы ничего не делали, ни применение контрольно-кассовой техники в полном размере сокрытой выручки. Так, на предприятии один кассовый аппарат, паркомат, к тому же. Что должен делать кассир в случае поломки ККТ, отсутствия электроэнергии, оказывать услуги без оплаты, выписывать товарные чеки, работа в парковке в СНЭТе невозможна? Это вот ровно та же самая история. Вы можете сделать закрытие чеком коррекции. Если в период не будете накапливать, то никаких проблем не будет. У нас есть резервная касса, подключенная к ОФД, но мы ее не пользуемся больше трех недель. Как ее продолжить использовать как резервную? Пусть лежит на складе, чтобы не заблокировалось. Какие последствия такого использования? Смотрите, у нас срок действия ключей фискального признака, который в каждом фискальном накопителе есть, условно, криптография, она имеет внутренний таймер. Если ее запустили, она оттикивает ровно положенные 13 или 36 месяцев и выключается. Все. Поэтому использовать кассу как подменной лучше не зарегистрировав ее полностью сразу, не осуществляя ее регистрацию. Сама регистрация может быть сделана за 15 минут. Вы понимаете, что вам нужен подменный фонд в таком-то другом магазине. Вы ее тогда зарегистрируете и везете в магазин, ставите там. В таком ключе. Потому что временно приморозить срок действия ключа фискального признака, если им не пользуются, такого функционера, к сожалению, пока разработчики этого устройства не придумали. Организация оказывает услуги населению, обязана применять онлайн ККТ. При получении оплаты через банковский терминал произошел сбой в программе. Деньги у покупателя с карты списаны, нам на расчетный счет поступили, но чек из ККТ не распечатался и в ОФД, соответственно, не ушел. Подскажите, как нам зафиксировать ситуацию документально? Вот ровно та же самая ситуация. Вот чек коррекции сообщили, отразили чек коррекции и все. У нас уже в два раза почти рекламент превышен. Я понимаю, что очень много вопросов. Давайте, может быть, еще там на парочку попытаемся ответить. Вот девушка давно уже тянула руку еще? Вопрос по наименованию. Так и непонятно. У нас медицинские услуги, то есть у нас есть справочник, где, например, указывается пивотеризация или еще что-то, а у нас она проходит как уход или подкожное ведение препаратов. Так что мы в услуге пишем в чеке? Или нам создать приказ, приравнять эту минулокатуру к своему прайсу и в чеке указывать, что у нас уже есть? Извините, уточните, просто я не очень вопрос понял. Наименование услуги в чеке какой нам указывать? У вас есть прайс? Да, есть свой. А что мешает указывать по прайсу? Он отвечает от номенклатуры, которая утверждена специфическим справочником. А, вы имеете в виду, что у вас есть отраслевая номенклатура? Хороший вопрос. Я считаю, что не может быть к вам никаких претензий, если вы используете либо одно, либо второй подход. То есть либо вы соответствуете прайсу, потому что у вас услуги, у вас здесь не может быть претензий и если вы там отраслевой справочник соблюдаете, ну тоже, соответственно, абсолютно нормальная вещь. То есть у вас и то хорошо на пять, и то хорошо на пять. То есть здесь нельзя сказать, что там что-то хуже или что-то лучше. Спасибо. Хуже, знаете, когда просто там позиция по своему цене или просто единичка стоит там вместо номинования товара и все. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, правильно ли мы понимаем, что если организация на упрощенной системе налогообложения никогда не применила, ну не было у нее необходимости применения ККТ, но физическим лицам она выставляла всегда счета на безнал, и раньше они считались четко безналичными, то теперь в связи с изменением законодательства, и они теперь эти платежи трактуются как электронное средство платежа, можем ли мы воспользоваться льготой, предоставленной 290-м федеральным законом, и приобрести онлайн-кассу с 1 июля 2018 года? Однозначно да. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, услуги населению тоже можно применять кассу с 1 июля 2018 года. Какие услуги именно туда включаются? Телекоммуникационная компания может не использовать до 1 июля 2018? Все, кто раньше не имел обязанности применять кассовую технику, они сохраняют эту собольготу до 1 июля 2018 года. То есть все услуги раньше не имели обязанности применения кассовой техники. Насколько я помню, да. Был какое-то исключение? Ну смотрите, там вот вся седьмая статья 290-го ФЗ, она как раз о том, что раньше не имели обязанности, все, 18-й год. Если имели обязанности, 17-й год. Вот там очень простая такая конструкция. Подскажите, пожалуйста, какие данные необходимо указывать в декларации по НДСу, если данные из этого отчета не совпадают с данными, переданными в ОФД? Хороший вопрос. Смотрите, во-первых, пока мы в обозримой перспективе точно не будем совпадать при всем желании и вашем, и нашим, до копеечки с декларационными данными, которые у вас учетная система. А если разница 15 тысяч рублей? Сколько? 15 тысяч. Нет, здесь вопрос даже не в абсолютном их выражении, а в относительном их выражении относительно от ваших оборотов. То есть, если наши с вашими данными не будут совпадать в десятках процентов от оборота, то это, конечно, однозначный вопрос. Если мы будем не совпадать в долях процентах, то это, естественно, вообще никаких вопросов. Ну вот, второй момент, что у нас Z-отчеты на ближайшие обозримые перспективы не будут являться сколь-либо значимой источником информации. Мы подчеково собираем информацию, потому что в каждом чеке есть особенности, есть что-то такое, что может отнести его на будущий период, вообще убрать из отражения по текущему, частично положить в текущий период. По разным системам многоблажения у нас большинство совмещают несколько систем многоблажения. Поэтому, конечно же, источник — это не Z-отчеты, а именно кассовые чеки. Если там все нормально отражено, то расхождение будет минимизировано. То есть, получается, данные ОФД нужно брать. Сверху с ОФД вы имеете в виду, хотите сделать? Нет, мы будем сдавать скоро декларацию по НДС. У нас пошли расхождения очень большие, и это из-за некорректности закрытия смен. Они переходят. То есть 24 часа проходят, грубо говоря, смена закрылась. Но не нами, а аппарат автоматически закрыл. Не, ну, как бы там не совсем автоматически. Ну, понятно. В любом случае скважность может быть не 24 часа. Может быть 48, 72? Нет, смены больше 24 часов быть не может по закону у нас, и в любом случае должна быть переоткрыта, заново закрыта, открыта. Это в любом случае так. В другом вопросе, что может быть в 24.00 она не заканчивается ровно, она переходящая, ночная смена с 8 вечера до 8 утра. Такое может быть, и в этом случае мы будем группировку осуществлять сведения о расчетах по чекам, а у них есть четкое время, когда они пробиваются. Если мы там 31 декабря в 11.50 что-то пробили, а смену закроем позже, мы разделим условно эту смену, даже не смену, просто часть чеков пойдет в один год, часть в другой год. Да, но если мы посмотрим на более-менее значимые периоды, то есть у нас здесь раконы статистики будут работать, то есть у нас там тысячи и тысячи чеков и вероятность влияния вот этих вот переходящих нюансов, она будет минимизирована, ну минимально, то есть здесь я не вижу особых проблем. Понимаете, здесь... не было ОФД использовать, правильно же? По данным ОФД, ну, они на самом деле не имеют возможности не изменить ничего вообще в фискальных документах. сдавать декларацию-то как нужно будет правильно? По ОФД или все-таки по ЗЭТ-отчету? Сдавайте, как сдавали. Мы сейчас... Давайте поймем просто сейчас. Мы еще... Декларация по данным учета вашего сдается, а не по тому, что по кассе. И Андрей Владимирович сказал, что не совпадает. Это проверочные данные, которые дают нам основания сопоставить их со временем с декларацией. И, естественно, то, о чем вы говорите, это там наше будущее, к чему мы хотим прийти, к точному совпадению данных, отраженных в реализации по кассе и данных в декларации. Но мы в то же время и реалисты. Вы видели, там у нас миллиарды и миллиарды чеков идут. И какие-то особенности отражения, какие-то отдельные, может быть, сбои, какие-то чеки коррекции будут вносить небольшую погрешность в распределении этих данных. Где-то они будут переходить через границы периодов, где-то они будут не вполне точны. Мы это все допускаем. И любые алгоритмы, оценивающие соответствие, они будут существенной поправкой на любые возможные вот такие вот вещи, как переходящие смены, сбои, чеки коррекции и прочие вещи. А при оплате товара через интернет-экваринг, если впоследствии произошло изменение корзины в сторону уменьшения, мы должны пробить чек на сумму оплаты или на сумму отгружаемого товара? Вопрос требует уточнение. Я его, честно говоря, не до конца понял. То есть у вас оплата состоялась, а потом корзина уменьшилась? Все верно. То есть у вас, по сути, если давайте для понимания очень хороший такой способ тестирования ситуации, а давайте представим, что мы в рознице находимся. Вот я с корзинкой на кассе подхожу, вы мне пробиваете чек на тысячу рублей, я говорю, а нет, вот колбасу я брать не буду. Вот такая ситуация. Ну да, то есть вот платеж пришел на 10 тысяч, да? Да. Вот человек заказал два товара, вот потом он отказался от одного товара. Возврат прихода. Возврат прихода с указанием этого товара, и все. Ну, то есть чек в любом случае пробивается на сумму оплаты с последующим возвратом прихода. Вы понимаете, мы же не пытаемся описать одним документом ситуацию, когда у вас что-то покупают, потом что-то возвращают, деньги два раза туда-сюда ходят, да? Мы же говорим, это два разных события. У вас сперва купили, потом отчасти отказались, да? Вот мы и пишем. Первый, купили 10 тысяч, пожалуйста, все, оплатили, пришло к вам. Теперь отказались на 5 тысяч, возврат прихода 5 тысяч, все, конкретный товар. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, подотчетное лицо приобрело на АЗС чек на покупку бензина, в котором теперь в новом с QR-кодом отражается сумма НДС. Обяжут ли АЗС выдавать счета фактуры по каждому чеку? Или надо заключать какие-то договора, или что это делать теперь? Честно говоря, не очень понимаю, а зачем это все нужно делать? То есть, вот у вас есть чек, у вас подотчетное лицо отчиталось, так? Выделен НДС в чеке, и без счета фактуры его не возместишь. То есть, вы хотели бы, чтобы у вас был счет фактуры на выделенный НДС по чеку? А как возместить НДС? А как вы раньше возмещали НДС? Раньше вы давали без указания НДС. То есть, вы принимали в полном объеме, без возмещения? Потому что не было указания на НДС. Вы знаете, мы... Кажется, вопрос решится сам собой. Если сейчас вот в поправках будет одна из поправок реализована, то НДС с чека выделенный тоже может уйти. Я не думаю, что это самый правильный путь решения обозначенной вами проблемы, но вполне все может вернуться к тому содержанию внешнему, по реквизитному составу, то есть, именно то, что на бумаге отражается. То есть, на данный момент я на затраты не имею права взять сумму НДС, и возместить мне ее тоже пока нет возможности. Вы знаете, это вопрос НДС. У нас все-таки сегодня мероприятие по применению контрольно-кассовой техники. Вы знаете, таких вопросов, на самом деле, это правильный, хороший вопрос. Вот честно, я себе его отмечу. Запишите, да? Да, потому что, ну, надо хорошенько подумать при ответе на него. Ну да, и, наверное, согласовать его с коллегами из управления по налогообложению. Здесь три управления будут даже задействованы. Андрей Владимирович, такой вопрос. Вот у нас маленькое предприятие, два врача. Работает один врач четыре дня, два через два, другой врач два дня. Соответственно, новый кассовый аппарат, один врач, который четыре дня уходит, уходит в отпуск, да? То есть подмены нету. Как работать с онлайн-кассой? Она не требует ежедневного обслуживания. То есть не надо открывать смену, закрывать, нулевой чек пробивать. Если у вас нет операции, нет бизнеса, то и не надо ее открывать, и надо закрывать. Все, спасибо. У нас последние два вопроса из зала, потому что мы уже совсем из графика выбились, и надо будет нам уже Андрея Владимировича отпустить. То есть вот там молодой человек и здесь. И все. Андрея Владимирович, подскажите, пожалуйста, как сейчас правильно документированно оформлять возврат, который был за пределом текущей смены сделан? Какие для этого требуются документы? Где требуется подпись покупателя о получении денежных средств при возврате? Какие, в общем, весь документ оборот в этом случае? Ну вот нашими глазами мы неоднократно давали следующие разъяснения на письменные запросы. Возврат выглядит следующим образом. пробиваете чек возврата прихода и все. Неважно, день в день, не в день в день. Вы выдаете деньги из кассы, да? То есть вы просто взяли, выдали деньги из кассы и отразили соответствующим чеком. Возврат прихода и все. Ни в какую кассу отдельную мы его не посылаем, ни в какие акты не составляем, ни в какие заявления мы не требуем. Вот я еще раз подчеркиваю, это нашими глазами, нашими, да? Когда мы говорим про кассу, что кассе требуется для того, чтобы осуществить такую операцию? Только один чек. Если вам для отражения такой операции требуется санкция главного бухгалтера, если он при этом, там, кассир превышает свои полномочия, обходит свою инструкцию, где-то в каком-то журнале должен отметить что-то еще, это вам нужно, да? Вот поэтому как правильно с нашей точки зрения это только один чек, чек возврата прихода. А если касса работают на выдачу денежных средств, которые у нас допустил, то есть у нас выдача, вы вносите, да? Да, конечно, вы сперва вносите приход, а потом расход денежных средств, в данном случае. Подскажите, пожалуйста, если организация оптовой торговли продает товары другой организации, организация покупателей рассчитывается за накладную какую-то двумя частями. Сегодня там одну часть, завтра другую. В обоих случаях нужно наличными денежными средствами, да. В обоих случаях нужно выдавать чеки и какой должен быть состав товаров в них. Очень хороший вопрос. Я думаю, что дальше будет выступление коллег, которые будут как раз сфокусированы на том, чтобы рассказать про реквизиты в различных ситуациях чека, и там, наверное, более правильный будет ответ. Но это он не быстрый, я вам говорю, много очень реквизитов. Эта ситуация абсолютно ничего не сложного ни с точки зрения отражения. Все это и аванс, и частичная предоплата, и полная предоплата, и расчет в момент платежа, и частичный расчет на месте с последующей рассрочкой или предоставлением кредита. Абсолютно все эти вещи можно нормально разложить и по суммам, и по разным смысловым статьям чека. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Субтитры создавал DimaTorzok